На базе Центра дополнительного образования детей и молодежи города Бреста в каникулярный период прошел городской конкурс юных мастеров. «Кола Рамёству» – такое емкое название отобразило всю концепцию происходящего. С целью формирования представлений о художественном решении вещи детям рассказали о том, как мастера народного искусства подходят к украшению предметов быта. Согласно конкурсным номинациям «Традиционная роспись по стеклу» и «Традиционная роспись по ткани» каждому из участников предоставилась возможность выполнить авторскую работу всего за два с половиной часа. Одна из номинаций – это такое уникальное явление в культуре нашей страны. Это «Роспись по стеклу», которая в 2023 году была внесена в список историко-культурного наследия нашей страны благодаря замечательным людям. Это народному мастеру Марии Николаевны Кулецкой из Пружан и Татьяне Сданенич из «Березы». Вот они исследовали такой оригинальной особенности, вот наши росписи по стеклу, собрали очень много экспонатов, и мы уже в центре сначала с нашими педагогами, с детьми, занимались плотной исследовательской работой, технологией старинной. И сегодня наши дети со школ города, вот у нас в этой номинации 16 участников, они сегодня делают роспись по стеклу аутентичной. Перед участниками, сделавшими свой выбор в пользу росписи по стеклу, задача стояла не из легких. Научиться особой технике, которую использовали наши предки, не так просто. Изначально такая роспись изображалась на кусках стекла, использовались прозрачные цветные лаки, масляные и типографские краски. Учитывая древние технологии ремесла, талантливые участники сегодня применяют современные виды красок и охотно делятся процессом создания. Вначале я нарисовала набросок на листе А4 карандашом, потом подложила его под стекло, обвела черным маркером, обязательно водостойким, чтобы оно не смазалось. Потом я залила черной тушью по краю, взяла разноцветную тушь, раскрасила все, что мне нужно. Потом, если что-то нужно было, подрисовала, взяла скребок и по краю выцарапала всякие узоры. Здесь у меня цветочки и точечки. Еще одной номинацией в конкурсе стала традиционная роспись по тканям. Участники расписывали небольшое текстильное панно, макатку, уменьшенный вариант расписного ковра. Такими коврами наши предшественники улучшали интерьер деревенского жилья и посредством нанесения орнамента и узоров отображали культуру и быт белорусского народа. Молодое поколение увлеченно воссоздает древнейшие техники нанесения изображения на ткань. Каждому ребенку была раздана льняная красивая салфетка, которую нужно украсить либо с помощью росписи, либо с помощью набойки, либо с помощью трафарета. И таким образом мы приобщаемся к народным традициям, мы изучаем, подхватываем их. И в этом продолжение. Освоить новый вид ремесла решились и те, кто уже принимал участие в конкурсе год назад. Получив диплом первой степени за работу в номинации «Традиционная роспись по стеклу», Мария Хвисюк целенаправленно двигается к победе уже с новой работой, изучая технологии традиционной росписи по ткани. Я рисовала такую же работу на конкурс, только роспись по стеклу. Я заняла первое место, я этого не ожидала, но как-то так получилось. Сегодня я решила пробовать новую технику. Мне подсказал мой педагог, что можно нарисовать, чтобы это было красиво, интересно. Это роспись по ткани, но так называется, это макатка. Определиться с выбором победителя было непросто. Даже компетентному жюри понадобилось немало времени, чтобы изучить работы 34 участников из 12 учреждений образования города. В процессе выявления лучших из лучших даже возникли горячие споры, но ни одна работа не была оставлена без внимания. Сколько у нас талантливых детей. И огромное спасибо педагогам, которые учат всему этому наших ребят. Я смотрела за работой жюри. Спасибо вам большое, им было нелегко. Но конкурс есть конкурс. Я с удовольствием награжу победителей. Превосходящее по технике выполнение оригинальности и неординарному подходу к поставленным задачам конкурсанты были отмечены дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени. В конкурсе я заняла первое место. Своим результатом я очень довольна. Когда только начался конкурс, на меня нахлынуло вдохновение, и все пошло как по маслу. Зубр, он прям олицетворяет Беларусь, что это наш символ, можно так сказать. Да, его можно очень красиво изобразить, как любого другого животного. Я предельно довольна из-за того, что я только недавно начала как бы пытаться что-нибудь сделать, попечатать. И только недавно получилось, и мне сразу говорили, что у тебя быстро получается, вроде как ровно. Ну, чуть-чуть есть некоторые ошибки, но очень даже неплохо. Я хожу на индивидуальные занятия. Индивидуально с ней тренируюсь, зарабатываю, пытаюсь зарабатывать дипломы, чтобы потом это все отразилось, можно сказать, даже на моей карьере. Белорусское народное декоративно-прикладное искусство богато и разнообразно. Оно необходимо в становлении нравственной личности каждого ребенка. Это то, что воспитывает внутреннюю эстетику и напоминает о нашей принадлежности к традиционной культуре белорусов. Я Нина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.